привет всем кто смотрит мой канал сейчас я хочу рассказать что такое красный куриный клещ и как с ним бороться я хочу рассказать об эффективных способах борьбы с этим крайне неприятным явлением курятники если у вас деревянный курятник как и у меня то рано или поздно очень высока вероятность что вы столкнетесь с этим явлением и поскольку красный куриный клещ очень живущ и личинки его живущие и взрослые особи то справиться с ним достаточно сложно значит явление это сезонное в принципе какие другие клещи которые паразитируют на животных и зимнее время в холода он можно сказать вымерзает но поскольку личинки очень живучие то на следующий год колония очень быстро может опять восстановиться значит поэтому вам придется придется применить значит все от способы которых я сейчас расскажу и тогда значит вы справитесь с этим но это не значит что на следующий год на следующий год у вас уже не будет совсем этого курятники просто вам после проведенных мер придется постоянно постоянно проводить дезинфекцию и значит постоянно вот проводить вот эти вот мероприятия которых я сейчас расскажу для того чтобы держать популяцию под контролем для того чтобы он не смог опять ну занять курятник и беспокоить ваших кур значит но в принципе вы не пугайтесь ничего такого страшного нету все это все можно с ним справиться приложив усилия методично просто надо с этим бороться и все у вас получится значит если вы заметили что ваши куры стали беспокойные они плохо спят чешутся вот этой куры уже сейчас собрались тут у меня спать все сидят нормально спокойно значит если вы заметили что куры ваши плохо спят чешутся стали неспокойные и днем постоянно чешутся то обязательно значит зайдите в курятник и обязательно загляните под низ под на сестры загляните если конечно у вас все вот это вот так вот побелено то вы без проблем увидите здесь красного клеща почему он красный потому что он напивается крови куриной и становится красным у меня здесь уже ничего нет значит вы увидите просто такие красные красные кучи красные скопления такие будут сидеть вот под низом под на сестрами значит обрабатывать самих кур в случае с клещом абсолютно бесполезно почему потому что куром вполне достаточно того песка который у вас я надеюсь есть в песочнице или где вы там установили ну такую мойку для курей для того чтобы они чистили там перья в общем вполне достаточно вот к этой гальке ну у меня речной песок есть к этой галечке которую они едят для перетирания пищи вполне достаточно добавить белого песка и обязательно должна быть зола и все это конечно же должно быть сухое все это должно быть под навесом чтобы куры могли ежедневно чистить перья и принимать там ванны зола и песок в принципе оно достаточно хорошо все это убивает всех этих паразитов чисто механически чисто механически но все это они куры стряхивают это ну и плюс зола еще делает хорошую дезинфекцию поэтому в принципе для кур этого достаточно но проблема заключается в том что клещ живет именно вот он живет в курятнике он живет под низом поэтому все свои силы надо направить на то чтобы проводить дезинфекцию в самом курятнике значит что нам для этого нужно значит в первую очередь конечно же нужно убрать всю всю подсыпку чем вы подсыпаете всю тырсу вам надо будет убрать значит то есть провести просто вот такую вот уборку не выкладывать и сразу не выкладывать и полностью так чтобы вы просто с ног падали постепенно день за днем день за днем вычистите всю всю тырсу всю подсыпку для чего нам это нужно это нужно нам для того чтобы сейчас я забыла кое-что взять один аксессуар сейчас я вернусь это нужно нам для того что мы будем что мы будем выпаливать клеща вот такой вот лампой поэтому у нас конечно не должно быть ни сена ни тырса ничего такого что могло бы легко воспламениться значит мы все это выметаем но но хочу так же сказать что если у вас уже очень заселен курятник этим клещом то просто он будет разлетаться в разные стороны вам и на лицо и на голову и везде поэтому поэтому прежде чем вы метать вот так вот вы конечно же вы метайте по чуть-чуть но сразу же начинайте приступайте к обработке значит все средства которые я перепробовала до того как я купила эту пудру они оказались абсолютно бесполезными особенно это жидкостные растворы там не останозан вот такой вот это все эти пшикалки спреи абсолютно бесполезный действует только вот эта вот пудра значит составе должен быть или дельтаметрин или циперметрин это такая вот пудра от эктопаразитов ну она может быть разная у разного производителя только обязательно должен быть или дельтаметрин или циперметрин значит до самих кур оно в принципе достаточно безвредное потому что я и цыплят посыпала даже если там оно чуть-чуть где-то попадет в еду ничего страшно абсолютно не будет значит вы метаете значит пирсу вы метаете все что там у вас есть все завалы все углы и сразу же присыпаете вот этой пудрой когда вы будете покупать попробуйте чтобы сам тюбик вот он такой туман я не хочу просто сейчас потому что дышать этим сама не хочу вы когда будете обрабатывать старайтесь так сначала вверх потом ниже 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 для того чтобы ну и уходите чтобы вы сами этим не надышались значит старайтесь покупать попробуйте тюбик чем мягче он тем лучше вам будет с ним работать он тогда будет делать такой вообще туман как раз такой нужен ну потому что если он жесткий тут будет просто сыпать порошок и будет перерасход этого порошка значит вы метаете все и посыпаете этой пудрой и тогда ну в общем они уже постепенно будут дохнуть и постепенно будет их становиться меньше если вы сразу же накинетесь и начнете полить вот этой вот лампой потому что многие советуют полить лампой если вы сразу же кинетесь полить вот этой лампой то это просто будет кошмар они просто будут они не то что будут дохнуть они будут просто от пламени отскакивать отскакивать и будут разлетаться совсем другие стороны и забиваться в другие щели что нам совершенно не нужно поэтому лучше все таки как поскольку вы уже приступаете к уборке сразу же делайте и присыпку ну потом значит когда вы уже уберете курятник тогда да тогда уже начинайте проходиться огнем проходитесь огнем ну и конечно же особое внимание обращая на вот этот вот низ под насестами кур значит просто пропаливать огнем ну и все и сами насесты значит что с гнездами из гнезд уберите вот у меня сейчас здесь нету сена в летнее время есть тырса почему потому что сено у меня куры выедают и я не хочу поскольку я сыплю туда тоже этот порошок я не хочу чтобы они это сено с порошком с этим ели ну и кормушки у меня соответственно внутренние тоже стоят пустые только водичку наливаю значит обязательно подсыпайте и в самих гнездах потому что если у вас действительно есть клей что вы даже на яйцах будете замечать будете даже на яйцах его замечать значит значит после того как вы пройдетесь огнем тогда уже приступайте к побелке к чистовой побелке приступайте и конечно же и хочу сказать что вот здесь у меня потолок побеленный но к счастью к счастью вот тут вот видите у меня весь потолок обсыпанный к счастью тут потолок у меня не был побеленный и мне вот это вот очень помогло потому что я ну я никак не могла понять почему я не могу избавиться от этого клеща до тех пор пока я не увидела что сам клещ красный а личинки как раз таки его светлые и вот этими всеми этим личинками был обсыпан у меня полностью весь потолок и на каждый каждый раз через некоторое время приходила и опять этот клещ был ну как будто бы я его даже не выводила вовсе и поэтому конечно же надо убивать и этих личинок и вот с потолком я сделала так что я просто 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 везде 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 обсыпал этим порошком везде везде где только можно было и значит личинки очень живучие тоже и они забиваются в щели и если у вас курятник теплый то они легко могут перезимовать и на следующий год вы опять можете получить то же самое поэтому я бы вам советовала значит после того как вы уже значит проведете уборку если вы побелите вы будете регулярно подсыпать и регулярно выпаливать регулярно это значит тут ну раз в неделю минимум значит вы это уже тогда добьетесь такой хорошей чистоты в курятнике все но с наступлением холодов если у вас курятник теплый то вы ну или там вы лампу включаете в холода то обязательно дайте в курятнику промерзнуть хоть при хотя бы при минимальных морозах чтобы все таки клещ этот вымерз вместе с личинками и вам на следующий год будет гораздо проще а со следующего уже года по возможности старайтесь до наступления такого устойчивого тепла произвести дезинфекцию в курятнике то есть полностью сделать вот эту вот всю обработку и побелку значит до наступления тепла это значит до середины мая вот как минимум сделайте это что еще что еще курочек значит мы не трогаем курочек мы не обрабатываем курочки у нас сами почистятся и в принципе в принципе все и куры у вас будут спокойны и не будут чухаться потому что это такой кровопийцы он все витамины суши курочки кушают издевается и сосет с них кровь а так куры спокойные спят себе хорошо так что желаю вам успехов и надеюсь все у вас получится я к счастью это все преодолела и вот в этом году у меня просто было совсем чуть-чуть его я его сразу же конечно я посмотрела под низко сразу же я заметила что он присутствует но он уже в этом году был вообще такой вот вяленький вяленький я его просто добила добила и все и сейчас я конечно же все время теперь запасаюсь от этой вот пудры всегда она у меня есть и я провожу периодическую обработку и проблем никаких нет так что желаю вам добиться успехов и желаю вам и желаю вам упорно упорно бороться настойчиво это все преодолеть все всем пока если информация вам полезна была ставьте лайк подписывайтесь на канал всего доброго до новых встреч